Всем огромный привет! Наконец-то наступил тот день 11 декабря, в который я обещала разыграть наборчик от Милхилл. Покажу его чуть позже, чтобы вам напомнить. Но перед тем, как устроить этот розыгрыш, поделюсь все-таки оконченной и оформленной работой, которая называется оберег для сына. Вот таким образом у меня получилось оформление. Еле-еле настроилась, чтобы не отсвечивала лампа, потому что это не антиблик, а стекло. Оформляла я его в багетке и вот таким образом у меня получилось. Значит сама работа. Попробую поближе показать, чтобы было видно. У меня в принципе есть кусочки видео, которые я снимала по продвижению и по окончанию этой работы. Если удастся, то я попробую смонтировать их в это видео. Вот таким вот образом все это выглядит. Здесь достаточно большой паспарту. Я пришла тоже к выводу, что большой паспарту в принципе смотрится всегда эффектнее, чем узкая. Я имею в виду широкое паспарту. Паспарту не однотонная. Чуть теплее оттенка, чем выглядит на камере и несколько имеет такой мраморный эффект. Я бы так сказала. Но по цвету оно перекликается с цветами вышивки. Вот на этом видео это не очень видно. И оформлено вот такой багет. Багет был выбран в основном золотого цвета для того, чтобы он мог сочетаться с бисером на самой работе. Вот это максимум, что я могу сейчас показать. Вот так что у меня не только покупки долгострой, но есть и выполненные оформленные работы. Спасибо, что вы за меня переживаете, но это лишнее. Переживать не нужно будет все хорошо. Будем надеяться только на лучшее. Ну а теперь давайте приступим к самому розыгрышу. Вот так скромненько я обставила этот момент. На самом деле это мой первый розыгрыш конкурс. Я вообще не очень представляю, как это можно сделать пока что в электронном виде, на компьютере. Это связано с техническими какими-то вопросами. И поэтому я решила, что произведу этот розыгрыш старым дедовским способом. Путем доставания бумажки из шапки. Ну вот вместо шапки я нашла симпатичную стеклянную вазочку, вернее это кашпо. Также вы еще раз можете видеть тот наборчик, который разогревается. Он далеке лежит. Ну и заодно решила показать вот ту овечку, которая получилась, шкатулку овечку, которая получилась из набора, купленного и показанного мной в предыдущем видео. Вот такая симпатичная шкатулочка, качалочка. Ну конечно меня привлекла качалочка в первую очередь. И сюда можно положить всякие мелочи. Для того, чтобы было понятно, насколько это милая маленькая вещица, я положила сюда шоколадную медальку. Хочу конечно сказать большое спасибо всем, кто принял участие за все ваши комментарии. Я читала, удивлялась, смеялась, радовалась, находила много соответствий между мной и вами. Или наоборот, какие-то различия меня поражали. Мне было очень интересно, поэтому вам огромное спасибо. Кроме того, я хочу естественно поздравить тех участников, у которых сегодня день рождения. Это Танюша Грей и Галина Макови. Могу читать, конечно, с ошибками, так что, девочки, извините, если что не так. Если что не так, исправите меня, поправите. Очень многие вышивальщицы верят в приметы, которые сбываются. Многие делали какие-то перерывы в своем увлечении, что мне тоже очень близко, так как у меня был тоже большой перерыв в увлечении. Очень порадовал меня комментарий Люды Т., которая, начав вышивать, стала радоваться любой погоде. Я считаю, это просто супер. Есть, допустим, такие комментарии, которые близки мне каким-то образом. Вот Ксения Кицу, например, хранит свои схемы отшитых работ и собирает их как свои трофеи. Я тоже храню все схемы и все остаточки от наборов. Мне показалось, что в этом мы с ней совпадаем. Ну, давайте я не буду затягивать самый волнительный момент. Посмотрите, сколько участников у меня получилось. Я вот написала все ваши имена, которые пожелали принять участие в этом розыгрыше. На вот такие бумажечки. Я просто пролистаю, чтобы вы убедились, что здесь участвуют все, которые оставили. Ну, может быть, кто-то, так сказать, вот сейчас себя может не увидеть, потому что вот так листа я могу кого-то пропустить, конечно. Вот. Но все-все, кто оставили свои комментарии и написали о своем о своем вышивальном факте, интересном вышивальном факте, пожелали участвовать, они есть здесь. Вот кого-то проскочило, по-моему. Вот такая стопочка имен получилась. Сейчас я прервусь на буквально секундочку для того, чтобы сложить эти имена, эти карточки сложить и поместить их в кашпо. И затем вытащу ту счастливую обладательницу, которой и достанется этот наборчик. Вы посмотрите, что получилось. Я своим глазам не верю. Получилось целое кашпо ваших ников на ютубе. Я их только что сложила. Конечно, перемешала, как смогла. Вот так перемешаю еще и на ваших глазах. И сейчас наступит самый ответственный и самый волнительный момент. Я, честно говоря, сама волнуюсь. Но я буду рада совершенно за любую участницу, которая заявила желание поучаствовать в этом конкурсе. Ну что ж, я думаю, не будем тянуть долго где-нибудь из... Вот это и есть... Из середины достаю листочек. Это и есть та счастливая обладательница набора. И это... Посмотрите, кто. Анюта Ви Пи. Анюточка, я тебя поздравляю. Ты, моя дорогая, получаешь вот такой вот наборчик от Mill Hill. Со всеми, естественно, составными этого набора. Я очень рада за тебя. Я надеюсь, что ты его вышлишь и покажешь на видео в YouTube. Не могу точно вспомнить, писала ли ты, что выигрывала ли ты какие-нибудь раньше призы или не выигрывала. Но если нет, и это первый раз, то я тебя поздравляю вдвойне. Давайте все вместе порадуемся за Анюту. А те, кто сегодня не попался мне, так сказать, под руку, вы не расстраивайтесь. Потому что я вам точно обещаю, что этот розыгрыш не последний. Я прошу прощения, пришлось прерваться на телефонный звонок. Сегодня день такой, сами понимаете. Но буквально мне осталось сказать последние несколько слов. Как всегда, я хочу пожелать всем прекрасного вышивального настроения. Вышивайте больше, вышивайте чаще. Спасибо за то, что вы со мной, за то, что вы интересуетесь моими видео. Всем-всем пока и до следующих видео.